8 минута снимись будет вообще класс еще раз жутко извиняюсь за нестабильность покрытия провайдера некоторые это даже дважды слышали ладно, продолжим немножко потерял мысль значит на каком моменте я оторвался пропал соединение кто меня внимательно слушал я старался но если честно я уже забыл хорошо ты представился и сказал что мы будем мы будем говорить но так как нас с тех пор стало в два раза больше я думаю что можно начать сначала давай-давай работаю в Береже я в нее верю, я в СЦП всем здравствуйте значит собрались поговорить про Pincastle это скажем так утилита, которая поможет решить не все, но большинство проблем с вашим актив директори по вопросам безопасности а также скорее всего укажет злоумышленникам на то, что вы не такая легкая добыча и следует смотреть в сторону других фирм вот значит опять же такие маленький дисклеймер все то, что я сегодня продемонстрирую со стороны наступательной скажем так со стороны пентестера со стороны немножко ретима там будет пара приемчиков это все не должно выполняться без надлежащего разрешения а разрешение это обычно так когда у вас есть подписанный документ с печатью подписанный директором фирмы и с подписью с печатью и он лишит у вас вашем сейфе вашей папочки а не где-то там эфемерно в облаке вот только после этих действий вам разрешается и повторять часть из того что я сейчас покажу по поводу пинкасла там все попроще он эта утилита она не навредит вашему домину потому что в принципе там просто автоматизированные CM-длеты которые через PowerShell вытягивают информацию из домина о том о его пользователях о трастах о группах о компьютерах анализируют эту информацию и на основании этого дает советы что и где нужно подмарафетить вот в принципе подтестировал я ее и с правами доминного админа там информации немножко больше но на самую малость поэтому если для вас в первую очередь в первую очередь запустите с правами обычного пользователя посмотрите на эту картинку и если там много красного к вам уже есть о чем думать и над чем работать поэтому опять же таки повторять можно только в целях обучения только дома и на своей тестовой лаборатории а на работе только после того как документ с разрешением в вашем сейфе так продолжим итак сегодня была мною собрана лаборатория скажем так на коленке которая включает в себя домен контроллер вы можете увидеть что это windows сервер 2019 года вот build 17763 и два клиента два клиента которые будут называться main и backup это два пользователя домена вот это windows 10 enterprise соответственно build 18362 ну как по мне это не самая старая то есть версия операционной системы то есть я вам не буду сейчас заниматься воскрешение мертвых и показывать на xp и 2007 да вот мы будем работать с вроде бы как актуальным программным обеспечением так точно такой же у меня немножко отвлекусь значит по поводу вопросов я думаю что значит задавайте их в question and answers и в конце когда у нас будет секция ответа на вопросы мы их по очереди пройдем также в состав тестовой лаборатории у меня входит Kali Linux но тут уже каждый выбирает для себя на чем ему удобнее работать то есть сегодня в составе моей тестовой лаборатории у нас есть домен контроллер несколько машин введенных в домен и машина которая эмулирует действия атакующие действия наступательные вот я выбрал за себя Kali вот на ней будет что я буду использовать какие утилиты я буду использовать респондер пакет импакет много скриптов из него пакет mit6 и хэшка и вкратце вкратце если очертить вообще вот как будет выглядеть наш захват домена то мы проведем следующее мы проведем спуфинг атаки мы проведем dns спуфинг атаки мы в результате этого получим пароль пользователя с помощью которого сможем обратиться за тикет грантинг тикетом для сервиса то есть это у нас атака через кербер ростинг будет и как следствие обладая паролем от сервисной учетной записи которая введена в домен с доменскими админскими правами с админскими правами в домене мы сможем получить хэш ntlm2 хэши всех пользователей домена то есть это краткий пересказ того что мы сегодня сделаем с атакующей стороны а с защитной стороны после этого я продемонстрирую как мы запускаем пинкасл получаем отчет и в этом отчете видим что нам черным по белому было написано пожалуйста отключите широковещательные мбт и мультикаст лмнр запросы пожалуйста введите строгую парольную политику потому что сейчас она у вас слабенькая несоответствующая пожалуйста и устраните сервисные уберите права доменного админа у сервисного аккаунта потому что это прямая угроза к кельдер-роустингу и в принципе также этот отчет будет содержать дополнительные сведения которые также полезны и на них также следует обратить внимание но опять же у нас домен тестовые поэтому остановимся только на этих моментах сейчас я проведу в принципе визуализацию действий злоумышленника который имея доступ внутри сети но не имея никаких учетных данных пользователей сети вот я у нас называется наш тема моего доклада называется типичные атаки вот и представим что я типичный атакующий вот который находится внутри сети и хочет стать доменным админом в этой сети так допустим то есть для того чтобы понять вообще где в какой сети я нахожусь мне нужно понять что у меня по интерфейсу для этого я запускаю команду ifconfig получаю ответ что мой ethernet 0 по ethernet у меня приходит эпичник 192 168 95 158 и как следствие значит я нахожусь в этой сети узнаю уже кто еще кроме меня находится внутри этой сети для этого поэтому для этого я сделаю rps scan по этому интерфейсу и с этим по маске slash 24 где-то я совершил ошибку но ничего у меня была подсказка соответственно что мы видим внутри сети рядом со мной находится несколько хостов давайте же проведем анализ что это за хосты кем они являются и в принципе будем дальше уже на основании информации о том какие там сервисы крутятся какие там возможно порты открытые мы будем думать что делать дальше обычно для этого используется nmap то есть сетевой сканер вот так как я не буду тратить ваше время nmap scan я уже запустил заранее вот и соответственно результатами этого скана по этой подсети я с вами сейчас и поделюсь то есть мы видим что у нас вот есть 151 апишник открытые порты такие как 88 389 636 прямо намекают нам что это домен контроллер вот также об этом нам намекает его common name это noname conrox dc ну благодаря скану мапу что мы узнаем мы узнали где у нас домен контроллер мы узнали какой у нас домен noname local мы узнали как называется домен контроллер ну и в принципе пройдемся дальше дальше у нас хосты smb и rdp порт открытый опять же такие видно пользователей то есть это main noname local и дальше у нас будет дальше у нас будет наверное а дальше у нас опять же такие пользователи с ip 153 вот backup но у него открыт только smb порты то есть хорошо мы ситуацию для себя просмотрели посмотрели что ага это у нас тут виндовый домен контроллер виндовые хосты что можно делать можно конечно слушать сеть такими утилитами как tcp dump fire shark и ждать там чего-то похожего на данные например в clear тексте такие как там пароль от ftp и прочего но времени у нас на это нет поэтому мы приступим к следующим шагам попробуем представиться скажем так используя утилиту респондер я попробую представиться всем тем чему так чего так не хватает этой сети возможно какой-то smb шары возможно каким-то каким-то хостом возможно каким-то SQL сервером возможно каким-то веб сервисом что для этого нужно сделать возвращаюсь я значит на свою машину атакующего перехожу в первую вкладочку вот и поднимаю респондер этой командой я как только что объяснил создаю фейковые сервисы которые принадлежат к домену no name local а также использую ключ минус в для того чтобы визуализировать хендшейки которые были уже ранее перехвачены то есть сейчас я показываю что мы запустили и теперь мы пользуем клэнаминар и мбт запросы внутри нашей 95 сети чем это опасно для любой сети воды это опасно тем что пользователи когда будут запрашивать какие-то сервисы они будут там авторизироваться при этом они будут передавать intelm2 хэши сейчас я это вам визуализирую буду делать это я с двоих пользователей для чего сейчас объясню вам у одного из пользователей это пользователь серьезный он знает об опасности использования простых паролей значит и он как бы у него пароль неугадываемый из 14 символов вот а второй пользователь он как бы из-за того что парольная политика разрешает ему использовать легкий пароль легкозапоминающийся пароль он использует легкозапоминающийся пароль и соответственно этот пароль слабый а значит в случае его перехвата может быть с легкостью восстановлен так тут мы тоже проведем в принципе обращение сервисом и посмотрим как изменилась картинка на машине атакующего в результате обращения к скажем так шарам файловым мы представили что вот те неизвестные шары это мы и смогли перехватить НТЛМ и смогли перехватить НТЛМ 2 хэши пользователей вследствие этого мы попробуем вот эта информация у нас как вы видите на экране пользователь бэкап вот это его хэш в НТЛМ 2 виде я попытаюсь сейчас его восстановить так как я это делал раньше то в принципе я к хэшкату просто добавлю команду show она позволит мне уже восстановленный пароль показать если вы посмотрите в самом низу после двух точек у нас восстановленный пароль пользователя и вроде бы да скажите и цифра есть нолик и спецсимвол есть восклицательный знак но к сожалению часто используемый пароль поэтому мы ваше внимание обращаем на то что ваша парольная политика мало того чтобы она не позволяла использовать часто используемые пароли угадываемые пароли только цифровые буквенные пароли вот там еще желательно по количеству символов то есть мы воспользуем о том чтобы символов было 12 и больше тогда это вам позволит избежать таких вот атак на восстановление пароля так секундочку вот точно так же ранее мной был перехвачен пароль от пользователя main попробуем его скажем так восстановить с помощью хэша пароля это много времени не займет я использую не очень большой словарь то есть мы уже прошли 72% осталось буквально пару секунд и он нам скажет о том что к сожалению не удалось восстановить пароль этого пользователя причину этого я вам уже назвал во-первых это 14 символный пароль во-вторых он не словарный и не запоминающийся это просто рандомная строчка из парольного нового хорошо то есть мы вроде бы увидели что смогли перехватить хэш пользователя и смогли перехватить хэш пользователя и это нам уже дает много чего но я на секундочку остановлюсь и представлю что у вас у вас в вашей компании сильная парольная политика и такого не случится то есть как бы вот пароль был мы его нашли но мы с ним дальше ничего делать не будем а потому что есть последующие атаки которые связаны с IP с использованием IPv6 протокола внутри сети так визуализируем что сейчас будет происходить дело в том что использование IPv6 протокола внутри Active Directory оно по умолчанию является приоритетным над использованием IPv4 что из этого следует из этого следует следующее что как только появляется DNS сервер который поддерживает IPv6 наши Windows хосты такие как Main и Backup начинают перенаправлять все DNS запросы к нему потому что он является приоритетным сейчас я это вам визуализирую то есть я для этого использую утилиту MITM6 я значит на интерфейсе S0 поднимаю домен на NameLocal вот сейчас я получается здесь что будет происходить я буду спуфать DNS внутри Active Directory и перенаправлять запросы легитимных пользователей к на LDAP на скажем так на домен контроллер на его LDAP порт и так как пользователь знает что ему нужно авторизироваться он будет это делать а я в результате того что пользователь будет легитимный там авторизироваться находясь посередине между домен контроллером и пользователем получу возможность провести базовый рекон домен контроллера сейчас я этого продемонстрирую домен так 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 Посмотрим на машину атакующего. Что происходит? Приденшалы были успешно перехвачены и успешно зарелейны на домен-контроллер. Благодаря этому я смог получить информацию о домен-контроллере, такую как машины, пользователи и группы. Сейчас я вам это все покажу. Для этого мы зайдем в папку loot.me, которая была создана нашим NTRLM. И, в принципе, доменные пользователи отлично, не обладая знанием о пароле учетной записи, мы уже получили информацию о пользователях домен-контроллера. Внимательные слушатели и зрители уже, наверное, заметили некоторые несоответствия. Следующее. То есть вот у нас есть учетная запись пользователя, в описании которой находится пароль. Возможно пароль, а возможно не пароль. Ну вот так иногда бывает. Надеюсь, у вас такого никогда не было. Также можно увидеть SQL-сервис с учетной запись, которая, на наше удивление, она обладает определенными теми, состоит не в тех группах, которых ей бы следовало состоять. Такие, как домен-админ и все группы, в принципе, не те. Но так, опять же, встречалось. Допустим, тут будет не SQL-сервис, а Nessus. Подумайте. Так, что это нам дает? Хорошо. Не обладая знаниями никаких учетных данных пользователей внутри системы, мы уже, возможно, получили учетную запись и ее пароль. Давайте это проверим. Я постоянно следую за тем, сколько людей у нас появляется слуха и вижу, как народ текает менять пароли и выдалять незрювую зарубку. Я в той эпоху развертаю на воде. Ты же так не лякаешь людей. Тримайтесь, хлопцы. Далее будет. Итак, давайте, как говорится, вернемся к нашим этим директорам. В следствии того, что у нас появились учетные данные пользователя, возможно, появились, что это нам дает? Мы уже можем энумератить далее домен контроллер с помощью, опять же, импакета. И что я буду делать? Вот есть такая атака на актив директоре, она называется Kirby Rosting. Она заключается в следующем. Мы с помощью учетных данных пользователей можем вытащить из домен контроллера с помощью Kerberos специальный тикет, который будет разрешать нам обращаться к этим сервисам. То есть мы видели SQL-сервис, мы хотим к нему обратиться. Мы, как пользователи домена, имеем на это право. В этом нам поможет утилита с пакета InPacket, называется она GetUserSysPen. Сейчас что я сделаю? В следствии того, что Kerberos очень сильно заточен на время и доли секунды важны, я сначала полностью сравниваю свое время машины атакующего с домен контроллером. А уже после этого выполню атаку, чтобы наши часы были синхронизированы. Все, наши часы синхронизированы. Выполняю атаку. Что сейчас произойдет? Я попрошу у домен контроллера специальный тикет, который зашифрован паролем учетной записи SQL-сервис. Для того, чтобы в последующем я мог к ней обращаться, а она будет проверять со своим паролем, который она знает. В дескрипшене было написано пасворд 1. Ага, слишком много говорю. Вот так выглядит этот тикет. Дело в том, что этот тикет также может быть, пароль из этого тикета также может быть восстановлен, как пароль от, например, NPM2. Это тоже хэш. Для этого я буду использовать опять же-таки хэшкат. Вот у меня команда прописана. С помощью хэшката я попытаюсь восстановить пароль этой учетной записи. И так как я это ранее проделывал, у меня, в принципе, из-за команды show будет виден этот пароль сразу. Тут, наверное, не очень хорошо видно, но если присмотреться, в самом конце, после двух точек, у нас восстановленный пароль. Мой пасворд из 123. Опять же-таки, почему это случилось? Это случилось из-за того, что для сервисных учетных записей не создана отдельная парольная политика, которая была бы, например, 20 плюс символов. Вот это нормальная практика, и все люди так делают. Вот. У меня что-то стоит твои-то слова. Ну, кому треба углуха. Давай мы же интерактиво трошки сделаем, потому что ты сейчас захайкаешься. Народ, народ, вот те, кто не до конца понимает, как сейчас вот отработала атака на Кирберос-тикет, точнее, на пароль, который мы зашифровали, поднимите руки. Может, надо детальнейше на этом остановиться. У вас есть такой функционал? Лейс-хенд. Все это сразумело. Добро. Сори, Киря, продолжим. Нет проблем. Мне тоже полезно отдышаться. Вот. Значит, смотрите, ребята. Ну, и на основании того, что у нас есть учетная запись уже SQL-сервис, и она является членом, она является доменом Мином. У нее такие вот состоит в этой группе. Соответственно, я имею возможность получить все МТЛМ-2 хэши, всех пользователей домена с домен контроллера. Это сейчас я вам продемонстрирую. Да, уявляється, была одна поднята ручка, мы ее не побачили. Ну, дивиться. Для того, чтобы полностью... понимать, как это работает, ну, там есть какие-то внешние термины. О, еще одна. Внутри ресурсы, которые, напевно, там где-то в видео на YouTube покладем. Но если на пальцах, то Керберс – это такой очень старый протокол. Есть, да. В Майкрософте он не очень, там, изменен, кращий бек, скажем так, чтобы никого не ображать от оригинала. И, по сути, что происходит? Вы, через централизованную модель доступа, просто перекладаете на доменный контроллер керувание тем, кто куда имеет доступ. Не больше, не меньше. То есть, вместо того, чтобы приходить каждый раз на систему и просить у користувача логийный пароль, так, вы цей логийный пароль представляете только доменному контроллеру, а он засвечивает уже, что вы – это вы. Умовно, вы идете на SQL-сервер, и он вас не питает логийный пароль. Он говорит, пойди на доменный контроллер, дай ему свой логийный пароль, он моим паролем дошифрует тикет, ты его мне принесешь, я своим паролем, я его знаю, тикет дошифрую, и через то, что тикет будет валидным, я буду знать, что ты представился правильно на доменном контроллере. Так? ось вся механика, она, в принципе, элементарна, но в ее имплементации было нароблено достаточно немало помилок, в основном, они и делают возможными ци вправы, что сейчас Кирилла показывает. я просто все-таки очень надеюсь, что на вебинар проектив директор именно пришли глутимеры, которые, ну, даже, может, некоторые техники получше нас с тобой объяснить. Не сомневаюсь. Но была ручка, то мы сделали паузу, для этого не отхекаться. Тут також люди питают, если будет запис, або смотрятся не с початку, отвечаю и передаю Кириллу слово. Как и всегда, на вебинарах и всех ивентах у вас в Киеве запису не будет, и он в жодном разе не появится на нашем канале в YouTube. Поэтому можете не ждать. Просто 100-500 разів просто, отвечаю за питание и уже трошечки вступилося. Мы все записываем и все выкладываем, навіть если ягод не очень хорошая. Продолжи. Самое так. Так, вернемся к нашему Active Directory. Соответственно, что сейчас произойдет? Я буду обращаться к админ-контролеру от учебной записи с правами админа и, как следствие, смогу получить МКМ два хэши всех пользователей внутри домена. Буду я использовать опять же SecretDump из пакета импакет. Реализуем атаку. Пишем My My Cousins 1, 2, 3. Итак, что мы видим перед собой? Во-первых, мы видим для себя финишную прямую, потому что получить с помощью Ntlm2 хэшей мы сможем подключаться к разным сервисам с помощью таких вещей, как PassTheHash и OverpassTheHash. То есть мы говорим про SMB, мы говорим про RDP, мы говорим о ну, например, PC, EXEC и прочее. Вот. Для вот сейчас действия пиндестера заканчиваются. Действия злоумышленника как бы начинаются. С помощью того же самого QRBT, учетной записи QRBT, человек просто может создавать себе golden ticket внутри этого домена и в любой момент времени представляться любым пользователем либо любой учетной записью с любыми правами в этом домене. И так как Вова обратил на это ранее, дело в том, что до смены этого пароля дважды люди его просто не меняют. У них нет такой практики. Соответственно, человек сможет оставаться незамеченным внутри сети при условии, что вы не меняете пароль и при условии, что вы специально не отслеживаете эти события. Дело в том, что совсем блутимеры знают, что это тоже можно отследить с помощью инвентов на домен контроллере. так вот вроде бы как за полчаса мы получили скажем так домен админа внутри нашего домена. Вроде с этой частью мы справились. На чем хотел бы здесь краткий вывод сделать? Во-первых, мы продемонстрировали буквально пару техник и они привели нас к успешному результату. Этих техник намного больше. И опять же мы сейчас говорили с вами о том, что мы находились внутри сети. Иногда злоумышленник не находится внутри вашей сети. Либо вы не знаете о том, что он находится внутри вашей сети. Сейчас я говорю о том, что это может быть сделано через Wi-Fi сеть. Это может быть сделано через VPN и тому подобное. Второе. Мы значит с вами абсолютно не обсудили такие вещи. Тут я не знаю, целый класс атак мы еще просто не обсудили. Но я думаю, что вы сами прекрасно понимаете, что если об этом досконально разбираться в каждой технике, то нам с вами час явно не хватит. Все, закругляюсь здесь. Так, сери, тут у нас есть пачка вопросов. Да, можно побить, я думаю, что по этой части. Было питание, почему по маске слэш-24 айпишников в мереже больше? Насколько я понимаю, что больше айпишников это больше лута. То есть тут нема проблем в том, по яким маске. Почему слэш-24 это просто тестовый сетап. Да, это просто тестовый сетап. Ребята, то есть для лдапа. Откуда взялся доверенный сертификат? Ниоткуда. Не, не, там же получается как, мы стали DNS-сервером для пользователя по IPv6. И, соответственно, полный митвум без необходимости. Это тут же не по лдапу данные приходят, данные приходят не, вот в этом как раз случае, сейчас мы возвращаемся на IPv6, тут-то как раз все приходит по лдапу. Да? Через SSL? Да, через SSL. Ага. Дело в том, что мы попросили пользователя аутентифицироваться через фейк впад, куда он отдал свои креденции. Ага. Ничего, не понял, надеюсь, что ответ объясняет. Я как бы развивалась атака, как бы админи не завтыкалась в листе в описи пароль от сервисного обликового запуска с кейл-сервера. Значит, по-перше, так бывает. Нажав. Я перешел на разу на риг. Мы же позиционируем вам, что это прям вот случай один в один, который произошел в реальности. Да, да, да. Мы вам указываем базовые вещи, которые теоретичная вправа. Не, Кире, давай так, якби цього не сталося, то сталося бы то, с чего мы начали. Так? Тобто, был бы перекуплен НТЛМ-хэш, он бы переверснулся и далее уже эскалация вирусовалась. И мы бы уже сразу без LDAP, без вот этого всего. Я вам показал, что это может быть. То есть моя задача вам визуализировать эффект. Я ничего не знаю, но у меня уже все есть. Вариантов остальное запитание. Если пользователь залогниться под своим акком, то так с этим же акком отключается? Нет. Нет, почему? Ну, вы же можете с педекеликами девайсами зайти в домен? Без проблем. Ну, так-то, есть там какие-то додатковые контроли, какие-то можете реализовать? Отвалится, но для того я, скажем так, это надо уточнить конкретно в какой момент времени человек спрашивает. то есть если есть есть складные засобы, которые допомагают вам, например, не пускать человека в VPN, если она сейчас есть в середине домена, зарегистрирована на локальной машине. Но это уже не функция как директор, это такие решения безопасности над ним. Хорошо. На эту порцию вопросов я на мьют стою. Доброе. Покажи нам, как с этим жить. Нет, что делать дальше? Как этого не допустить? Вернемся. Сейчас немножечко постопаю все эти вещи. Вернемся к нашим пользователям. Пользователи мои. Хороший пользователь. Вот. Значит, что можно было сделать и как это можно было не допустить? Давайте разберем нашу атаку. Мы смогли спуфать мультикаст ЛМНР и широковещательные НБТ. Мы из-за этого смогли получить хэши. Хэши либо восстановились, либо нет. Но что значит мы смогли спуфать? Второе. слабая парольная политика. Из-за этого мы смогли восстановить пароль из хэша. То есть если бы в этом домен контроллера была установлена парольная политика на 12 плюс символов с использованием спецсимволов маленьких больших нижнего верхнего регистра и цифр, я вас уверяю, мы бы так просто с этой задачей не справились. И третье у нас в домене был сервисный аккаунт, который уязвим к атаке класса керби-роуст. Вследствие того, что он сервисный, и значит мы можем запросить у домен контроллера тикет к нему, и из-за отсутствия парольной политики у него пароль не 20 плюс символов. Из-за отсутствия надлежащей парольной политики для сервисных аккаунтов. Что мы можем сделать? Значит на машине, которое находится внутри домена, мы можем запустить замечательную утилиту Pincastle. Как говорится, найти ее вы сможете по этому URL чтпс www.pincastle.com Она бесплатная для использования в личных целях. То есть как бы вы не можете продавать ее результаты за деньги, но самостоятельно у себя запустить с неправами без правдоменного админа вам ничего не мешает и вследствие того, что она выполняет стандартные цель леты, опасности для вашего домен-контроллера она не несет. А вот информацию она несет очень полезно. Пока, что не несет. По точной версии. Пока, что трейлер не добрался до нее. Да, одно слово про лицензуальность. Если очень коротко, то для блютимеров бесплатно. Да. Я скажу следующее. Есть очень много людей, которые рассказывают по поводу security в АД. Син Мэтклиф это человек, которому принадлежит портал adsecurity.com это очень известное место, скажем так. Вот он прямо всегда в конце своей речи говорит «Ребята, используйте Pincasle». То есть, как говорится, все в ваших руках. Так, для того, чтобы я запустил экзешник уже предварительно не терять время, давайте разберемся с базовым функционалом. Значит, что предлагает нам Pincasle? Pincasle предлагает провести анализ домена и посчитать риски. В принципе, сагрегировать несколько репортов в один. Значит, также у него есть дополнительные сканеры, которые как раз для рабочих станций. То есть, четвертый пункт это у нас он с помощью Pincasle мы сможем проверить состояние антивируса, состояние давайте даже нажмем 4, чтобы не быть голословным. То есть, проверить на нулевую сессию станцию, на антивирус, на локального админа и прочие вещи. Но этим сейчас мы заниматься не будем. Ну и advanced опять же таки зашифровать репорт от Pincasle, вывести в специальном виде, вывести в XML, увеличить количество вывода и прочее. Вот этим чем мы сейчас заниматься не будем, мы проведем базовый анализ защищенности домен контроллера. То есть, он нас спросит, какой же домен вы хотите анализировать, мы ответим no name local. Вот. Он собирает информацию, генерирует отчет, давайте же ознакомимся с этим отчетом. Этот отчет будет находиться в той же папке, что и там же, где и находится Pincasle. Так, смотрим. Отчет по домену no name local. Индикаторы. Что говорят наши индикаторы? Они общее положение дел показывают нам. То есть, вот смотрите, в некоторых частях мы на зелененьком, это очень хорошо, а кое-где мы в красной части, и это значит, что что-то уже не так. Соответственно, в первую очередь надо обращать внимание там, где у нас с приложения аккаунт 65 и 100, это нехорошо, а дальше будет. Ну и плюс, что могу добавить от себя? Мы видели отчеты, где у домена скажем так, все на зелененьком, все на зелененьком, и мы не смогли там получить домен отмина, но некоторые вещи мы там все-таки показали. Это просто к тому, что когда все зелененькое, у нас, как у пентестеров, намного тяжелее идет дело. Теперь давайте остановимся вот, опять же таки, риск-модел, и проговорим про те вещи, которые я уже говорил. ЛЛМНР и МБТ-спуфинг. Читаем, что пишет нам пентестер, отсутствуют групповые политики, которые запрещают сервисы обращаться к широковещательными НБТ и мультикаст ЛЛМНР запросами внутри сети. Что из этого следует? Если присутствовали такие групповые политики, мы бы не смогли спуфать и не смогли бы перехватывать НТЛМ 2 хэши. Следующий пункт. ВИК-паспорт. Читаем. Отсутствует специальная парольная политика для сервисов для как бы это правильно сказать для сервисных учетных записей с минимальной длиной пароля 20 символов. А также отсутствует общая парольная политика. Она не отсутствует, она присутствует, но она стандартная. Это 7 символов. Вы меня извините. В современных реалиях 7 символов ломаются просто за секунду. Какими бы они ни были. Так, про это проговорили. Следующее. Открываем. Каунт и ковер. Читаем. At least one member of admin group is vulnerable to керб роста. Это я вам визуализировал, это я вам показал. То есть у нас была сервисная учетная запись, с правами замена админа. Находилась она в админской группе. И вот эту цепочку я вам бы показал. То есть пошагово. Запретили бы мне спуфать, не получил хэш. Вели бы хорошую парольную политику, получил хэш, но не смог его взломать, как в случае с пользователем main. убрали бы сервисную учетную запись, убрали бы ее из группы домен админов, я бы не смог провести атаку на домен. Я бы, конечно, смог провести атаку на сам сервис, но при этом я бы не смог поиметь все ntlm хэши этого домена. Приблизительно так. Дело в том, что пинкасл, он же проверок очень много, и вы даже сейчас можете обратить внимание, что получается некоторые, мы проговорили только про маленькую часть, вот точно так же, как с атаками мы проговорили про маленькую часть, точно так же и в защитной. Тут есть другие файдинги, обсуждать которые у нас просто нет времени, потому что тут можно на одних этих файдингов зарыться. И так как домен был собран на коленке, некоторые из них на моей вине, но вот прямо сейчас, если у вас есть возможность для этого, я бы рекомендовал всем тем людям, работа которых является Blue Team, которые защищают Active Director на своем предприятии, месте работы, воспользоваться этим шансом, воспользоваться этой утилитой, для того, чтобы оценить общее состояние X-Ray Active Directory и устранить вещи, которые могут, ну, скажем так, и устранить базовые и типичные вещи, которые есть практически у всех, но которые значительно упрощают мне жизнь в моей работе. это очень не тривиарные желания, но все Петра и Хардер и Девакер. Я опять же говорю, мы показали немножко трюков, трюков есть еще, поэтому... это очень Это уже незначная часть того, что делается, но, смотрите, это делается в первые часы. Это то, что начинается. И если оно начинается с этого и у вас червоный звезд Кинкасла, то у меня для вас плохие новости. Скорее всего, пентест эффективно будет завершен до обеда, в первый день. И это нормальная практика и, на жаль, это трапляется чаще, чем мы бы хотели. Чего бы мы бы хотели? Мы бы хотели, как Кирило сказал, чтобы это происходило самостоятельно. Мы вам давали рекомендации, а вы самостоятельно их перед залучением внешних пентестеров проходили. Найкращее вопрос, которое вообще пентестер может почути от клиента, это перед проектом. Что я могу сделать, чтобы до вас подготовиться. Когда мы так слышим, у нас просто сердце тани. И это перетворяет клиента на любимого. Это все. Это лучшее, что можно почути на брейфинге перед проектом. И если это там клауд какой-то, то мы просим прогнать НСС группу этой, клауд-свит. И посмотрите, что можно улучшить. Если это мережа, то возьмите несус какой-то реальный. И тоже его поражените, посмотрите, что он вам там покажет. А если это актив-директор, то это первая рекомендация, которую мы всегда просим выполнять. Возьмите пентестер, запустите, почитайте звит. И потом еще раз звоним и поговорим, когда можно начать пентестер. Потому что, скорее всего, на выправление пойдет некоторое время. Потому что, если там все красное, то есть такая вероятность, что уже к обеду мы будем у вас контролировать и рассказывать вам, что а-та-та-та. Есть вопросы. Просто, чтобы подкреслить уровень утилити, возможно, кто-то в курсе, думаю, что много людей в курсе, что такое мимикация. И если вы знаете, что такое мимикация, вы, возможно, помните, кто его написал. Это он сам блюту. И это именно тот дядька, который, собственно, разработал пентестер для того, чтобы себе карму отбелить. Потому что через мимикацию очень много систем было сделано. Потому что его использовали там и шпионы всякие, и пяти группы и так далее в своей работе. А вот через пинкасов он, получается, помогает блютимерам противостоять ретимерам, которых перед тем нагородил мимикацию. Есть вопросы, на чем практиковаться в своем сетапе Тедемен? Или Расталапс, или, возможно, есть еще что-то еще? Ну, Расталапс — это элита. Реально. То есть Расталапс — офшор на ХТБ — это элита. То есть после этого уже, ну, именно для атакующих, да. Ага. А для блютимеря? А мне что-то здаётся, что питал Реттимер. Да-да-да. Нет, блютимер не знает, что такое Расталапс просто. Ну да, навещу ему. Так, что у нас еще в чате? Питаний немае, тканей, питаний немае. Я думаю, мы завершили, так? Чекаем мы питань? Да-да. По своей части я, скажем так, все, что хотел, рассказал. Так. Так, прощайте посилание на Ютуб. Заходите на Ютуб и пишите «Оваст Киев», або «youtube.com slash «Оваст Киев». Игорь хочет продолжение. Игорь, далі буде. А яка порада? Спитають «Так, а де порада?» Уточнить, будь ласка. А, начало практикуватись, Расталапс. Ну, то есть, давай так, если у тебя есть деньги, сходи на Расталапс. Если денег нет, либо ты считаешь, что ты найдешь им более лучшее применение, сделай сетап дома. Опять же, материала в интернете хватает. Ага. Ну. Так, все. Тоді. Что? Питать больше нема. Дякую за то, что пришли. Дякую за теплые слова в чате. Дуже приятно. Так. Сергійко, радить вам мыть гарну руку и сидеть дома. А вы, если выходите из дома и раптом навколо снег, то желтый не ешьте. Дякую, Сергійко, за пораду. Так. Значит, наступная тема у нас. Яка у нас наступна тема? Никто еще не знает, какая у нас наступна тема. Мы еще не придумали, да? И не анонсовали. Что там? В чате Сергей кидал посилание на регистрацию до поведачев нашего первого виртуального онлайн-метапа у вас, я хочу выступить в таком формате. Ласково просимо, приходьте. Всім надамо сцену. Ну, правда, еще не знаем, что будет это в зуме. Зважаю на остатні події. Але я хороша новина там. Я зараз альтернатива непогана в цьому всьому. Доброе. Ще раз дякую всем, кто пришел. Дякую первые за прекрасный материал. Какое-то посылание на запись. И до новых встреч в эфире. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok